Здравствуйте! С вами программа «Сильные люди» и я ее ведущий Павел Багрянцев. Сегодня у нас в гостях Нина Абросова, чемпионка мира по боксу, чемпионка мира по французскому боксу, также чемпионка Европы и многократная чемпионка России. Приветствуем, Нина! Здравствуйте! Кстати, очень знаковая у нас передача, то, что в первый раз у нас леди в нашем эфире. Серьезно? Да, серьезно. И, кстати, вот говорят, да, слабый пол, хотя, насколько мы уже тебя знаем, далеко пол не слабый, и, естественно, еще мужчинам нужно, наверное, с тобой посоревноваться. Нина, такой вопрос. Столько уже достижений, заслуг. Буквально за минуту до эфира я узнал, что ты, как ты сказала, твой титул еще один по спорту? Финалистка чемпионата мира по гонкам на воде, по скоростным моторным. Финалистка чемпионата мира по моторным гонкам. Великолепно! Я бы даже сказал, мужской вид спорта, да, но вот опять, как всегда, так же, как и в боксе, Нина и здесь преуспела. Что тебя заставляет не останавливаться, а все равно достигать новой вершины? Ну, любая остановка, это уже идет регрессия. А все-таки природа и человека заложено то, что нужно всегда совершенствоваться, всегда к чему-то стремиться, потому что любая остановка, все, это уже не жизнь, это уже начинается депрессия, невроза. А скажи, какие у тебя сейчас цели? У тебя же есть какие-то планы? Может, ты хочешь так же в водномоторном спорте еще что-то достичь? Может, у тебя уже в планах еще какой-то спорт и так далее? Да, конечно. У меня сейчас очень большие... На меня сейчас возлагают большие надежды, что, возможно, я буду первой женщиной от России, попавшей в Формулу-1 на воде. Формулу-1 на воде, что вы тоже знаете, наверное. Да, знаем, конечно. Это, конечно, моя мечта. Это достаточно дорого, даже недостаточно, это очень дорого, естественно. И года два мне придется отъездить в Формуле-4. Но Формула-1 не за горами, я надеюсь, туда попаду 3-4 года. А Формула-4? Это то же самое, что Формула-1. Только скорости там развиваются не 230 км в час, как в первой Формуле, а где-то 110-120. Мотор там менее мощный. И комиссары Международной Федерации водномоторного спорта, они смотрят, как ты себя ведешь на воде, создаешь ли ты аварийные ситуации, насколько тактичен ты другим гонщикам. И дают тебе уже лицензию Формула-1, то есть дают право иметь, скажем так, эту лицензию. И в любой момент могут ее забрать. То есть это тоже лицензированный вид спорта. Понятно. Есть у тебя какие-нибудь свои жизненные принципы, правила, установки, которые ты соблюдаешь, которые тебе помогают? У меня есть определенный свой режим, но я никогда не жила прям по расписанию, что вот надо жизнь экспромт, никогда не надо зацикливаться, то, что у тебя сегодня, это завтра, то, вот если ты здесь что-то не достиг, то надо же, как плохо. Любое твое даже поражение, оно всегда как-то тебя... Ну, мой вопрос был в рамках того, что есть ли у тебя какой-либо жизненный кредо. Вперед, только вперед. Ну, естественно. И главное, никогда не думать, что это невозможно. Невозможного нет. Вот это мое. По твоему мнению, какими качествами должен обладать человек, который обязательно добьется успеха? Какими качествами? Наверное, отсутствие стереотипов. Самое главное качество. Может быть, это и не качество вовсе, но тем не менее, порой наше воспитание, как вот это плохо, вот это нельзя, это хорошо. Это все неверно, это в корне неверно. Это закладывается уже с детства воспитателями в детских садах. Самое важное же воспитание из детского сада, а там, как правило, преподаватели без высшего образования даже. Почему мы не обращаем на это внимание? Вот этот вопрос я буду поднимать, конечно же, если в дальнейшем у меня будут политические планы какие-то. То есть нужно серьезно менять систему подготовки, обучения, воспитания наших детей. Это наше будущее, это будущие наши спортсмены, политики и так далее. А мы совершенно не обращаем внимания, как они, родители не видят своих детей, и считаем чужим людям, самый важный их возраст, до 5 лет, мы отдаем куда-то людям, которые даже в большей образовании нет. Согласны со мной? Да, конечно, согласен. Ты сама себя считаешь успешным человеком. Вот есть такое внутреннее ощущение, да, я уже во многом состоялась, понятно, что я не останавливаюсь, но вот я успешная. То есть у тебя есть вот это состояние души? Ну, такой термин, сказать я успешная, это значит сравнить себя с другими, или кого-то сравнить с собой. Это тоже, наверное, не всегда правильно, какое я имею право кого-то с собой, вернее, кого-то сравнивать. Но я считаю, что я человек счастливый, я довольна собой, своей судьбой. И, в общем-то, вот так. Наверное, из этого можно сделать вывод, что да. Не, ну если у тебя есть состояние счастья на полности, то я считаю, что это огромный уже успех и достижение. Ясно. Тогда следующий вопрос. Как ты строишь свой день вообще? Есть ли какие-то принципы, не знаю, элементы тайм-менеджмента, чтобы все успеть и так далее? Сейчас это очень актуальная тема в нашем современном мире, и поэтому как ты его начинаешь, я не знаю. Рано ли ты встаешь, много ли успеваешь за день и так далее? Я успеваю за день практически все. Самое главное про тайм-менеджмент сказал один из мудрецов древнейших, да. Всюду успевает тот, кто никуда не торопится. И у меня нет расписания дня по минутам, по часам. У меня есть ежедневник, а я открываю его и вижу сразу расписание недели. Это те встречи, которые нужно назначить обязательно для удобства людей. Я, например, могу экспромтом на любую встречу приехать. А иногда надо заранее, конечно, записать, когда что, вот с вами эфир был сегодня на 13.00. Да, иногда я пользуюсь тайм-менеджментом, но, в общем-то, по течению. Рано не встаю, но стараюсь это делать. Вот многие люди, которые достигают больших высот в спорте, они чаще всего начинают делиться опытом, тренировать людей. У тебя, как я понимаю, другие планы, правильно? Ты хочешь, наверное, еще такую позицию занять, в том числе если в политике, да, чтобы влиять уже на какие-то большие массы людей. Я имею в виду влиять не в каком-то негативном плане, а в положительном, что ты для множества людей с помощью каких-то инструментов можешь что-то сделать. Ну, влиять тоже неправильное слово, наверное. Да, согласен, наверное. Попытаться что-то изменить. Попытаться подсказать. Подсказать, помочь. Изменить человек только сам может что-то в себе и себя. И не то, чтобы я, у меня нет планов тренерской, да, работы была. Я помогаю некоторым детишкам что-то понять в боксе для себя. Мне с удовольствием прихожу на мастер-классы, что-то показываю, они что-то для себя могут открыть. Вот это, возможно, я боюсь постоянства в этом деле, то есть ответственности большой. Это вести группу людей, когда детишек с понедельника по пятницу ежедневно не получится. Не могу себе такого позволить. А раз в неделю или два раза в месяц прийти, приехать в школу того же Николая Валуева, который там открывали, и показать им что-то, рассказать, плюс с ними пообщаться. Иногда и Николай приезжает с такой же целью. Ну, вот это вот правильно, я считаю. У тебя есть люди, с которых ты сама берешь пример? Ну, есть у меня, конечно, люди, которых я уважаю. И некоторые их поступки в жизни, они служат примером, как поступить и мне. Бывает такое, да? Ну да, естественно. Многие люди вокруг, тем более сейчас очень много успешных примеров, и все это очень доступно. И поэтому для кого-то это какие-то знаменитые личности, о которых они читают в книгах. Рядом с другими людьми эти личности находятся каждый день. Я думаю, что в твоем окружении достаточно таких людей, собственно, чьи поступки можно перенять, как себе хороший пример. Правильно я понимаю? Конечно. Да, тот же Николай Валуев. Насколько я знаю, вы с ним даже вместе тренируетесь. Мы тренировались, пока Николай не покинул спорт ради более благих целей. Понятно. А какие ты книги читаешь, может быть, об успехе, мотивации, может, какие-то жизненные и так далее? Что тебе интересно? Знаете, последнее время моя подруга открыла для меня замечательного психолога, известного в России, Михаил Ефимович Литвак. Потрясающие вещи пишет человек, и даже с помощью него можно изменить ситуацию в твоей жизни, которая сейчас находится. Честно скажу, месяц буквально этим увлеклась, но за этот месяц много изменилось раз, и все мои друзья теперь читают Литвака. Наверное, смотрят, как ты меняешься просто, да, как у тебя меняются какие-то твои слова, жизненные взгляды, им это нравится, и они тоже берут с тебя хороший пример. В этом отношении мы с Михаилом, вот с автором, конечно, у нас сходят мнения, что человек только сам может себя изменить. И когда, естественно, ты начинаешь искать виноватых, там, супруга, детей, все это надо выкинуть, всегда причина только в тебе. И проще измениться, конечно же, самому, чем изменить мир под себя. Конечно. Ты себя как-то мотивируешь сама, то есть тебе нужна дополнительная мотивация, ты ее черпаешь где-то извне, или тебе достаточно своей внутренней энергии, чтобы двигаться и, соответственно, преодолевать какие-то барьеры. А что понимать, извини, черпаю? Ну, опять же, я не зря спросил про книги, к этому же относятся и фильмы. Сейчас очень много в социальной сети гуляет всяких мотивирующих фильмов, там, об успехе и так далее. Книги люди читают, там, о лидерстве. То есть они ищут извне какую-то информацию, чтобы они подзарядились энергией и вперед в будущее. Вот у тебя есть что-то? Ну, конечно, иногда что-то влияет, но специально я не смотрю никакие, к сожалению, нет времени. Мне фильмы мотивирующие, очень редко посещаю тренинги, раз, наверное, в год. И то друзья... Да, достаточно редко. Да, достаточно редко. И то друзья меня туда приглашают, потому что они, собственно, эти тренинги проводят. Вот, их интересовало мое мнение, ну, конечно, да, интересно. Бывало ли у тебя когда-нибудь состояние, когда ничего не хочется делать, опускаются руки и вот все? Ну, конечно, такие временные состояния бывают. Главное понимать, что это временно. И надо давать себе отдыхать. Конечно, такое состояние, это тоже, это, естественно, закономерное такое состояние. Потому что бывает много нервничаешь, что-то не получается и хочется прям вот все. Это значит, что организм сигнализирует, дай отдохнуть, дай полежать дома два дня одному. В общем-то, руки опускаются до эти два дня и понимаешь, что надо двигаться дальше, конечно. То есть тебе отдых помогает, ты, соответственно, не противишься этому, не борешься с собой, ты отдыхаешь, да, какое-то время и потом опять зарядом сил? Стараюсь. Если я не подвожу никого своим этим отдыхом, то, конечно, стараюсь отдохнуть. Было ли желание когда-нибудь все бросить? И вот что-то кардинально поменять? Было, я сделала. И ты это сделала, да? А если не секрет, что это за область? 12 лет бокса, в один момент я поняла, что хватит. Я люблю этот вид спорта, я продолжаю заниматься для себя два раза в неделю, но выступать всему свое время, везде свои пределы. И вот предел времени, который я отдала на бокс, наверное, настал. И в этот же год я попала в гонки водномоторные. Как многие считают, что случайно, на самом деле это была, конечно, закономерность, это была моя детская мечта. И свойство мечты сбываться. Я мечтала, забыла про это, а потом она всплыла уже в виде действия. Уже была лодка, мне предложили прокатиться, я проехала, показала результат, меня пригласили в команду, которая является четырехкратной чемпионкой мира. И кардинально моя жизнь изменилась, и невероятно. Это просто потрясающе, что происходит, ты продолжаешь удивляться жизни каждую минуту. Какие качества надо любому человеку развивать, если он хочет стать сильной личностью? Как ты считаешь? То есть, если он слабый, и он хочет стать сильным? Да, ну, можно даже сказать, выделиться из общей серой массы, допустим. Ну, то, что он уже это хочет, это уже заявочка на успех. Соответственно, надо хотеть, плюс, конечно, что-то делать, пытаться. Как тоже мудрец сказал, делай, что должен, и будь, что будет. Правильно? Сделай от себя все возможное. Ну, не оправдывай себя, что я сделал все возможное. Вот, сделай это, а успех приложится. Хорошо. Как ты считаешь, почему большинство людей так и не достигают своих целей? У нас же очень много целей, и порой с детства у нас такие желания, мы мечтаем. Но потом почему-то все это переходит в серый день, будни, обычная работа, и человек не совсем того хотел. Четкой формулировки у них нет. Опять же, спрашиваешь, вот ты доволен своей жизнью? Ну, я не знаю, в принципе, да. Это уже в корне неверно. То есть, надо себя настраивать положительно. Всегда вот эти, ну, в принципе, это совершенно лишние слова в нашей жизни. Как еще наука словообразования говорит, выкиньте это все. Все взаимосвязано. Как вы говорите, так вы живете. Как с тем же почерком психологи, да. Вот у человека, у которого поганый характер, у него кривой почерк. Человек хочет измениться. Он начинает работать над характером, у него меняется почерк. Если он работает над почерком, у него меняется характер. Все взаимосвязано. Понимаете? И так же вот с жизнью. Надо сесть на бумажку написать, чего я хочу. И вот эти все слова побыбрасывать. Ты как-нибудь, ну, мне знакомы частично такие методики, да, их на самом деле великое множество. Ты чем-то в своей жизни регулярно пользуешься. Вот как-то прописываешь цели, может быть, формулируешь. Кто-то занимается, визуализирует, кто-то делает калаш мечты и так далее. У тебя есть какие-нибудь свои прибаутки, которыми ты пользуешься? Обязательно. Я перед тем, как вступить в Новый год, вот был 2012 год, прочитала про него, что в нем ожидать и какие цели в нем ставить. В общем, в 2012 год нужно четко сформулировать почему-то 12 целей своих. Но не желаний, а именно целей, которые ты можешь достичь в этот год. И, естественно, я этот список составила под елку. Первые два уже сбылись. То есть ты именно вот списком и так далее, да, это было? Вот список, мне казалось, что именно в этот год надо этот список. В прошлом году был у меня калаш, как ты правильно заметил. Я тогда рисовала, вырезала лодку свою. И буквально через несколько месяцев стала счастливым обладателем своей собственной гоночной лодки. Теперь я капитан команды и буду свою команду набирать. Теперь у меня уже пока два пилота. Третий пилот под вопросом. Я думаю, кого пригласить к себе. Но сейчас полным ходом идет подготовка к сезону, к гоночному, к летнему. В мае первая гонка. А сколько тебе время потребовалось, чтобы дойти до такого уровня в гонках, чтобы уже, соответственно, выступать на таких больших соревнованиях? Я очень благодарна боксу. Возможно, из-за него у меня появилась хорошая реакция за эти годы. И вторые соревнования в моей жизни был уже чемпионат Европы по водно-моторному спорту. Мы четыре с половиной часа ехали первыми. Это восьмичасовая гонка. Три человека в команде, мы меняемся каждые два часа. Мы сломались. Конечно, это обидно было, но я понимала, что это закономерность, потому что сразу результат, чтобы гордыни не было, сразу результат человек не получит. Я это все прекрасно понимала, пережила этот момент, мужественно отнеслась к нашему поражению, мы никакого места не заняли. Следующий был этап чемпионата мира уже. Представляете, сломались, 20 минут оставалось до финиша, мотор вырвалось с мясом. На мне, опять я была в лодке. Оказывается, несколько месяцев назад надо было подвеску перебирать. Может, просто мотор не справился с твоими амбициями? Мотор не справился. Возможно так. И следующий уже чемпионат был чемпионат мира, 24 часа гонка Санкт-Петербурга вокруг Петропавловской крепости. И ты в ней участвовала? Я провела около 10 часов за рулем за эти сутки. И, в общем-то, результат, второе место. И то, если бы не сломались, мы были бы первыми. А 24-часовая, мне показалось, что это именно в течение такого времени нужно, соответственно, и участвовать? Да, да, да. Только нас трое пилотов. Трое, максимум четверо. По правилам Международной Федерации, больше двух часов пилот не может находиться за рулем. И вы меняемся. И мы меняемся каждые два часа. Но дозаправка, смена пилота, а так лодка сутки на воде. Это, кстати, вот я сейчас два дня назад прилетела из Монако. И там обсуждалось как раз развитие водномоторного спорта в мире. И 24 часа гонка Руана во Франции проходит. Ее отменили из-за смертельных случаев. Теперь это три гонки по 8 часов. Получается, что в Петербурге 24 часа, это эта гонка, 24 часа сам Петербург, так она и называется, она единственная в мире суточная гонка осталась. Петербург должен гордиться таким. И это статус чемпионата мира в один этап. Чемпионат мира проходит. Очень приятно даже, что так руанцы сдулись. Нина, какие самые большие трудности или препятствия в жизни тебе встречались? В каждый период жизни это разные препятствия. В основном это, конечно же, какие-то материальные препятствия, чтобы поехать на чемпионаты. Все спортсмены, большинство спортсменов в Петербурге, в России ездят на соревнования за свой счет, хотя показывают большие результаты. Чемпионы России идут на чемпионат мира за свой счет. Это не совсем правильно. Спортсмен должен тренироваться, а не деньги зарабатывать, если у него нет родителей. И очень много я встречалась с такими трудностями совсем в молодости, когда мне было 16-17 лет. Но когда я поменяла вид спорта, я столкнулась с еще более глобальными сложностями. Теперь каждая гонка стоит порой по миллиону рублей. Ты сталкиваешься с проблемой поиска спонсоров. Если ты их не находишь, ты сталкиваешься с проблемой продавать тебе машину, мотоцикл или квартиры, чтобы ехать и участвовать. Я продаю. Я поеду в эту гонку. Пусть я буду пешком ходить по улицам Санкт-Петербурга, наслаждаться городом своим любимым. Это серьезная сложность у нас в России. Опять же, если у меня мои политические амбиции когда-либо сбудутся, буду стараться следить за тем, чтобы средства из госбюджета не оседали в федерациях и тренерского состава некоторого. Есть потрясающие тренеры, они как отцы своим подопечным, а есть те, которые зарабатывают. И вот надо будет отслеживать момент те, которые зарабатывают, чтобы все-таки до детей что-то доходило, чтобы они смогли поехать на соревнования. А миллион рублей нужно, включая все, поездку и так далее, и у тебя еще плюс должен быть катер, или не знаю, как это называется. Да. Мотолодка. Мотолодка. Она отдельно, мотор отдельно. Миллион на что уходит? Стартовый взнос. Представитель команды. Механики сутки работают. Бензин. Тонна бензина уходит за сутки. Масло. Масло уходит, наверное, по банке каждые 4 часа мы заливаем. В общем-то, любая поломка. Запчасти. Запчасти. Редуктор полетел, тут же 150 тысяч рублей он стоит. Он должен быть у тебя, по идее, в техничке. На всякий случай. Да, действительно, очень дорогое удовольствие. Без зарплаты пилотов, без экипировки, без шлемов, без обслуживания лодки до и после соревнования. После надо же будет мотор уже перебирать, он сутки работал на максимальных оборотах. Но потом это себя оправдывает, если победы, результаты. Морально, да. Только морально. То есть даже не финансово. Не финансово. Спорт в России на личном энтузиазме. Вот в Монако мы были два дня назад. Гвидо Капеллини, десятикратный чемпион мира по формуле 1 на воде. А он мне говорит, Нина, чтобы я когда-то вложил свои деньги, такого не было. А мы, он удивляется, у него такие глаза. Только из России приезжают такие люди. Только из России. Спортсмены, миллионеры, которые готовы вкладывать миллионы, продавать квартиры, машины, чтобы приехать в гости. Только спортсмены у нас, не миллионеры. Ну да, я в кавычках говорю миллионеры, потому что где-то нужно искать деньги и все своими уже там. Кто как может, так и достает. Хорошо, ну немножечко менять тему. Хотел бы тебя попросить дать совет тем людям, которым, может быть, не хватает какого-то понимания, как достигать, для чего достигать, какой-то совет, может быть, какое-то напутствие. Самый важный совет все-таки остается то, что, уважаемые телезрители, надо знать всегда, чего ты хочешь. Жизнь, исполнение желаний. Вот не перестаю повторять это своим близким, друзьям, вам. И все будет. Главное, да, убрать лишние слова, знать, чего ты хочешь. А вот все события, которые у тебя в жизни были, все те области, где ты достигла успехов, это как раз-таки было воплощение всех вот твоих конкретных желаний. То есть у кого-то, знаешь, я даже видел много примеров, когда было, ну не то, что случайный успех, но как-то человек вроде бы попал в эту колею, ну как-то он вроде там долго был, и вот как-то пошло-поехало само собой, и он бы не мог сказать, что он там каждый день преодолевал себя и так далее. Просто у него получалось, вот, и он даже не так много труда к этому приложил, но он успешен. Вот в твоем случае это были твои конкретные желания, цели, ты над этим работала, или где-то считаешь, тебе действительно было проще, чем другим? Ну, конкретики вот в том-то и дело, что у меня особо не было. Я мечтала попасть в гонки, не уточняя себе в какие, и спустя какое-то время я попадаю в водные гонки. Понимаю, что это все очень здорово, что я влюбилась в этот вид спорта, но хотелось бы еще, наверное, и авто. Ну и тут же я попадаю в автогонки. Я сейчас немножечко выступаю, пока что не делаю больших успехов, но стараюсь, опять же, подготовить автомобиль, чтобы вот поехать по ралли. И не было конкретной цели, потому что когда она будет четкая, то будет ее исполнение. И, наверное, мне еще повезло в том, что родители меня воспитали достаточно правильно, они никогда мне ничего не запрещали. Я уже там с малого возраста сама решала, что мне делать. Единственное, что если я что-то действительно плохо сделаю, со мной разговаривали. Как ты считаешь, ну вот ты бы так разрешила своему ребенку? Нет. То есть одна из самых важных вещей это воспитание. Воспитание в самом раннем детстве. Но поскольку у нас остается буквально несколько мгновений до завершения эфира, вот такой заключительный вопрос. Как ты считаешь, сильным человеком рождаются или становятся? И рождаются, и становятся. Некоторые сильные рождаются, но из-за того, что окружающая среда влияет, они подавляют человека, он становится слабым. А слабый родится, если он вырвется из этого всего. Все в ваших руках. Спасибо большое за ответ. Уважаемые телезрители, я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях Нина Абросова, чемпионка мира по боксу, чемпионка мира по французскому боксу, также чемпионка Европы и многократная чемпионка России. Спасибо вам большое. С вами был Павел Багрянцев. До новых встреч.